Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру Железный Десант. Ух, как говорится, сегодня повоюем по полной программе, это я вам обещаю. Так, и у нас с вами, ребята, что? Так, погодите секунду, у нас что-то новенькое, какое-то задание. А, нет, это не задание, ребята. У нас просто доступно новенькое что-то. Учебный лагерь, да? Погибшие бойцы отряда возражаются на 15% быстрее. Так, еще 500 очков у нас, удаленные наводчики и так точно, временно увеличивают защиту, свою и ближайших союзников. Угу, да, есть смысл удаленных наводчиков нам развить, и тут у нас 450 не хватает, либо удаленных наводчиков учебный лагерь. Нет, давайте все-таки здесь мы с вами доучим вторую ступень, все. У нас еще медалька тут, ага, это реворд. Получили мы с вами наградочку, и все, ребята, можем отправляться, наверное, на новую спецоперацию. Капитан специальной операции открывается после прохождения определенных уровней кампании. В каждой из них свои правила. Спецоперации суровые испытания, но и награда за нее щедрая. Давайте посмотрим, что это у нас за спецоперация. Мы обнаружили, что фэлы движутся к старому, ну, рабочему телепорту. Необходимо остановить их, пока 6 фэлов не попало к нам на корабль и не разрушило нашу хрупкую систему телепортов. Я думаю, что с этим заданием мы должны вполне справиться. Распустите отряды, чтобы получить командные очки. И у нас, как видите, так, отразите 3 волны до телепортации 6 фэлов. Отразите волну 1. Понятно. Значит, ребята, у нас здесь будет 3 волны. Давайте подготовимся к этому делу. Понеслась, родная. Так, их нельзя запустить вот сюда. В этот телепорт. Поэтому будем драться насмерть. Так, вызываем турельку. И у нас сюда, кстати, есть 3 подхода. Я так понимаю... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Снизу-снизу прут, снизу прут. Так, давай-давай. Атакуй, атакуй их обязательно. Так, давайте еще турель. Блин, еще и сверху прут, а. И что мне прикажете? Оу-оу! Щет. Один все-таки прорвался. Если я еще пятерых туда запущу, мы проиграем. Я не должен этого допустить. Какие-то достижения получаю. Бог войны. Причем здесь Кратос? Не пойму. Так, давайте-давайте-давайте, ребятушки. Подходите все ко мне. На меня бегите. Так, ладно. Первую волну вроде бы как отбили. Отразите вторую волну до телепортации 6 фэлов. Так, ну вообще-то не 6. Уже осталось 5. Будем стараться. А я так понимаю, буду здесь один обороняться? Ого! А монстры с каждым разом все крепче и крепче идут. Уже не какие-то тут обычные юниты, как вы видите. А здесь у нас иглометы. Хорошо. Будем обороняться. Так, турелечка у меня подходит. Так, выставляем ее. Шикарно. Ну, у меня еще накопился щит и скорострельность у моего главного персонажа. Так что, если что, будем этим пользоваться в особой ситуации, когда не будем справляться. Опять сверху. Засранца, а. И снизу. Ё-моё. Это что за фигня? Как быть-то? Давайте использовать все. Замечательно. Турели. Единственный ее недостаток. Она очень быстро заканчивается. Очень быстро. Поэтому будем выставлять одну за другой. Как только у нас происходит откат, сразу же будем выставлять. Черт подери. А где время-то? Время-то хоть есть, чтобы я знал, сколько нам еще примерно будет ждать. Ничего я пока этого не вижу. Но турель, молодец. Все-таки не зря я ее изучал. Так, и у нас последняя волна, ребята, начинается. Ух, будем на изготовке. Сейчас я чувствую со всех сторон по пруду. Со всех абсолютно. Да. Смотрите, и справа, и слева пруд. И еще не сомневаюсь, если пойдут снизу. Построить, как вы понимаете, я никого не могу. Никакого юнита, ничего. Вот я здесь один. Десант такой. Действительно, железный. Который просто защищает от телепорта. Так, отлично. Мы здесь справились. Здесь тоже. Вроде бы пока затишье. Затишье было кратковременно. Вот они опять прут. Эти засранцы, а. Давай, давай, давай. Отбили. Все-таки еще бегут. Ох, нет, нет, только нет. Ребята, вы посмотрите, что у нас по правому флангу движется, а. Это же суперчерви. Так, сюда турель мы выставим. Хоть как-то прикрыть. А вот с теми ребятами, я думаю, будет очень сейчас сложно. Они, во-первых, мощнее обычных юнитов. Обычных вот этих монстров. Оу, еще и снизу такие же прут. Черт, турель, срочно, срочно вставляем. Черт, подери, со всех сторон. Со всех сторон окружают. Блин, как же ты их долго разбираешь, а. Давайте спецвозможность применим. Хоть как-то будем обороняться. Я надеюсь, это последняя волна и последние монстры, которые нас будут нервировать в этом раунде. Так, снизу вроде бы все зачистили. Давайте вот этих вот двух паразитов добьем. У меня очень мало ХП. Очень мало. Подставляться, честно говоря, неохота. Давай, давай, турель, быстрее, откатывайся. Ну, ты мне очень сильно сейчас нужна. Так, успеем, успеем. Успели отбежать. Я думал, сейчас все-таки зашибут меня. Но нет, чудом выжил. Ух, ребятушки, победа. Это было просто спецзадание. Это не основная миссия, ребят. Так что не переживайте. Но, тем не менее, обещали нам хорошую награду за это. У нас 450 гаек. Мы можем с вами их потратить. Трансформатор. Получите немного интерват. Отлично. Так, и еще 300 остается. Увеличивает скорость добычи интерватов. Так, еще можем что-то. Равновесная скорость. Фотонный эсцеллятор. Все, ребята. Очков у нас больше нету. Здесь мы с вами можем еще забрать Ревард. Так, и прикупить себе что-то для задания. Так, у нас, значит, Этервал. Это энергия, короче. Бомбы. Одна, две. Так, две бомбочки. Мину надо обязательно взять. Даже две. Все. Больше мы ничего не сможем купить. Ну, я думаю, что этого нам будет достаточно. И у нас, ребята, следующая миссия. Фэлы прорвали нашу защиту и обесточили плазменную пушку. Разведчики доложили, прямо сейчас туда направляется большая группа врагов. Нужно восстановить работу пушки. Или все наши усилия пропадут зря. Восстановите энергоснабжение нашей плазменной пушки. Это цель уровня. Все, в принципе, понятно. Приступаем. Эх. Так, надо нам, значит, защитить пушку. Захватите все залежи Этерия в области. А я думал, что мы будем защищать пушку, честно говоря. Так, рейнджеры. На выход. Без вас мне никуда. Так. Что? Да ладно. Уже сразу тут у них начинается база. Прям в притирочку. Снайперы, давайте тоже выходите. Ох ты, ничего себе. Я думал, что это у меня огнеметчик, а это у меня ракетчик. Ну что же. Я так понимаю, он у нас против воздушных целей. Снайкера. Так что все у нас пока под контролем. Но гады и враги будут нас атаковать со всех сторон, я так понимаю, да? Как же мы долго разбираем его базу? Посмотрите только. Так, давайте подсобим. Так, миночки там у нас размножились. Но они только на наземные цели. Здесь вот противовоздушные, конечно же, нет. У них способности. Все, тут мы базу разбомбили. Огонь вулкана. Так, это я могу захватить. Если сюда подойду. Червик гребаный, а? Да выкусите вы все. Вам здесь не жить. Так, и мы захватываем первые залежи Этерия. Да, все, отлично. Разбомбили. А я так понимаю, пушку мы вот эту будем заряжать. Которая у нас с левой стороны. Так, ну что, герой мой погиб. Но погиб не зря. Мы его можем, в принципе, в любой момент. Призвать. Вот так вот. Ёлки-палки. Вы посмотрите. И с той стороны нападает. И с этой. И я даже не знаю, как мне быть. Очень слабенькая у меня защита пока на базе. Так, этих разбомбили. Давай, робот, подойди-ка сюда поближе. Формишн. Давай, атакуй. Так, что у нас тут? Оу, снизу, гады, прут. Какого лешего вы делаете, а? Так, надо нам еще что-то. Хотя у нас нету. Нету возможности построить еще отряд юнитов. Это что еще за хрень идет? Ё-моё. Смотри, ей пофиг на моих солдат. Она почему-то движется именно на базу. Она, видимо, не может атаковать юнитов. Она атакует, наверное, только здание. Хе, не успела. Ё-моё. Сколько здесь можно всего почитать. Но пока как бы и заняться-то этим некогда. Так, в разведку. В разведку давай сходим. Посмотрим, что у нас тут наверху. База. Ребята, там еще одна вражеская база. Причем полноценная. Мне бы вот здесь кого-то поставить на оборонку было бы совсем неплохо. Но нехватка боевых единиц. Вот что мне тормозит. Давай вот так попробуем. Так. Этих мы сбивать будем. И разбивать вот эту базу надо. Так, я смотрю, здесь энергия. Захватываем гивьё. Это Этерий у нас. Все, шикарно. Черт подери, блин. Ну почему у меня база-то не защищается? Ведь можно же что-то поставить, наверное, а? Так, у нас еще внизу Этерия. Ребята, вы не забывайте. Поэтому надо будет вниз еще сходить. Но для этого нужно зачистить здесь абсолютно все. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой кипишняк. Эти летуны и нас, по-моему, достанут. Именно летуны идут. Да. Были бы наземные, там мины бы сработали. Так, снайпера. Все, пока тут у них под контролем. Держит оборону. Это меня радует. Тут уже полбазы нет, считай. Сейчас мы ее должны добить. Куда ты пошел-то, е-мое? Я ж тебя... Взял, просто раздавил, чувачка. Так, новый боец. Панцерник. Ни один враг не прорвется через наше укрепление с воздуха. Пока на посту ракетчики. Залп его ракет способен разогнать не только врагов, но и дождевые облака. Наносит урон по площади. Атакует сквозь преграды. Приоритет воздушные цели. Но, насколько я понял, он также бьет и наземные. Только, возможно, урон не такой большой. Так, завод можно оборудовать локаторами и генераторами щитов. Ага, купить улучшения. Понятно. Значит, мы можем свои базы защитить щитами. Так, это хорошая подсказка, в принципе. Ну-ка, давай-ка мы проверим. Больше радиус обзора завода. Ага, все понятно. Он приоткрывает таким образом карту нам. Ясненько. Ну что, тут, ребята, немножко осталось. Сейчас мы добьем этих всех паразитов. Хотя они прут и прут бесконечно, по-моему. Ну, давайте эту базу уже добьем, а, в конце-то концов. Есть, отлично, шикарно. И, соответственно, нам нужно ее захватить. Опа, она тут плевуны. Должны, должны мы с ними справиться. Есть. Еще одна. Готово. Отлично, здесь мы все захватили. Я надеюсь, больше здесь никого не будет. Пойдемте немножко здесь пройдемся. Проверим. Да, все чисто. Это нам на руку. Ну, а эти гаденыши все равно к нам прут. Вы посмотрите. Они неугомонные какие-то. Так. Опачки. Как-то я до этого сразу не догадался, что здесь можно ставить еще пушки. Ой-ой-ой. Давайте, конечно же, будем устанавливать их здесь везде. Где только сможем. Ну-ка. Шикарно. Вот это я понимаю. Ха-ха. Ну что, пискленыши, теперь-то вы попробуйте напасть на мою базу. Вам всем сразу будет крышка. Так, турелька. И здесь мы тоже можем поставить. Да-да-да. Так, давайте сразу же установим их. Хорошо, что у нас Этерия достаточно. Так, максимум у нас 200, а у нас с вами, ну, уже почти 180. Так, смотрите, чувак какой-то наверху стоит на горе. Хе-хе. Стоит просто и грустит. Как он там оказался, непонятно. Видимо, от этих, от чудовищ спасался и туда залез. Го-го-го, давай сюда будем идти. Так, у меня, значит, три снайпера. Так, что здесь показывают? Ох, ёлки-палки. Ты посмотри, что происходит. Вот это да, ребята. Ну-ка, огонь с воздуха. Ну, давите вы этих плюков всех. Так. Огнеметчик, выходи. Жги. Жги этих тварей. Хо-хо, вот это я понимаю. Опачки. Смотрите, что тут происходит. Они мне сносят все турели. Так. Блин, давайте, наверное, вызовем с вами вот этого огнеметчика. Пускай он тут их всех жарит в ядре нефеней. Иначе сейчас базу мне тут разбомбят. Так, тут у нас пока все спокойно. Так, ребятушки, давайте мы сюда направимся с вами. Я же выбрал всех. Да что же вы... Ох, ё-моё, тут тоже база. Вы посмотрите. Так, эти плевуны, которые бесят. У них массовые атаки. Так, что мы можем еще... Давай вот так взял. О, генератор щитов. Вот это уже другое дело, ребята. Мы теперь под щитами. Правда, его быстро сносит этот щит. Но хоть какое-то время мы постояли, продержались. Давайте. Опачки. А где мои снайпера? Понятно, снайперов больше нету. Остался только у меня главный. Давай турель сюда вызовем. Мин у меня тоже, к сожалению, нету. Есть только бомбардировка. Но ее не вижу смысла пока тратить. Да что ж такое-то, а? Плюются, плюются гады, а? Давай, давай, давай. Сноси, сноси, сноси. Отлично. Так, еще одну сносим. Так, и добиваем. Блин, я не могу понять, почему у меня... У меня же убили этих... Отряд. Снайперов. Почему я взамен не могу кого-то другого вызвать? Я считаю, что это несправедливо. Ну что же, я надеюсь, здесь огнеметчик у меня будет держать оборону. Жаль, что он не умеет. Да, воздушные цели он не атакует, к сожалению. Черт подери. Как тут все быстро развивается у них, а? Я не успел зачистить, как он тут всех уже развил опять. Ребят, надо отступать. Отступаем нафиг. Да куда ты бежишь-то? Я же тебе говорю, отступать не успеет, наверное. Не успеет. Хотя успеет, успеет. Сейчас идут. Подчипает всех. Так, тут бозенка у меня стоит. Ха-ха. Всего лишь один этот. А нет. Целый отряд. Мне показалось, что он один остался в живых. Так, турельку вызываем. Блин, вот это заваруха, а? Ё-моё. Всё, выстояли. Оу, огнеметчик, ёлки-палки, бедняга. Тебя там расстреливают, как щегла. Слушайте, может быть, его переоборудовать в ракетчика, а? Потому что здесь, в основном, у нас, как вы видите, летающие цели. Так, а здесь... Щиты. Можно поставить, в принципе, ещё раз щиты. Пускай они все будут у меня под щитами. Так, вот. Это уже другой разговор. Сейчас снайперов мы с собой возьмём. Так, выбираем этот отряд полностью. И будем сейчас всех наказывать. Вы смотрите, он потихоньку сам себе восстанавливает ХП. Вот это вот замечательно. Не надо никакого лазарета или ещё там что-нибудь. Просто сам отхиливается. По чуть-чуть, но верно. Сейчас, я думаю, мы всё-таки эту базу раскурочим здесь. Я только достижения получаю. Червяки Армагеддон. Так, снайперов, ну куда вы прёте-то? Ё-моё, вы же должны издалека... Давайте нафиг их в десантов. Ага. Так. Сейчас мы их поджарим. Ну всё. Это база не жалеется. Это я вам точно говорю. Так, что он мне здесь показывает? Ага. Опять летающие. Но вот эти вот турельки... Чё это она делает? Смотрите. Опа. Эта тварь тут хернёй в меня бросается. Летающая. Всё, пошёл захват у нас. Мы захватываем эту базу, ребята. Чётко всё. Защищайте батареи в течение 120 секунд. Какие батареи? Давайте здесь установим пушки. Я не пойму, какие батареи я должен здесь защищать. Но будем сражаться. Сейчас я чувствую, тут пойдёт у нас волна монстров. Смотрите, здесь одни летуны. Так, там у нас пока всё под контролем. Так, давайте мы вот так капремон сделаем. Пускай она у нас чинится потихонечку. Но опять же какой-то кратковременный этот эффект. Турельку. Давай, я говорю, турельку сюда. Всё, расстреливаем. Ну, здесь ты не пробежишь, родной червяк куда-то там собрался. Так, давайте в ракетчика его переделаем. Потому что тут одни летуны нафиг. Бамс. Замечательно. Ты смотри, какой напор идёт. Так, здесь мы тоже пока обороняемся. Так, 48 секунд, ребята, осталось. Так что должны, должны простоять, продержаться. Ё-моё. Смотрите, а щиты восстанавливаются потихонечку сами по себе. Но так же их быстро и сносят. Никого не могу построить, а. Ни одного юнита. Ёлки-палки. Не фарт какой-то, просто-напросто. Хе-хе-хе, турели там. Только сносят чувачков. Всё, ребята, 18 секунд осталось. Это совсем-совсем уже близко. Я надеюсь, это будет победный отсчёт. Или нет. Тут ещё боссы наверняка будут где-нибудь. Я больше не уверен. Какие-нибудь матки. Или ещё что-нибудь. Или какие-нибудь зиготы. Давай, давай, давай. Всё, ребята, мы прождали время. Так, вот у нас что-то идёт. Так-так-так-так-так. Опа-на. Пушечка накопила энергию, оказывается. Ох, ё-моё, посмотрите. Какой наплыв идёт. Точнее, шёл. Моя пушка их разнесла всех. И у нас очередная победа, ребята. Так, что мы с вами получим? Нет, давай мы это сделаем позже. Открыт герой у нас написано. Оу. И какой же именно? Парагон. Кара. Хм. Аякс. Блин, парагон. Мне нравится вот этот чувак. Кто он такой вообще? Парагон натравливает на врагов мёртвых стражей. Души, из которых он состоит. Обожает, когда их называют реально экстремально дерзкими. Перезарядка обычная. Леденящие прикосновения. Гнев дух также оглушает врагов. И триумф. Гнев духа поражает врагов, нанося тройной урон. Поток энергии. Одной силой мысли все атаки превращаются в чистую энергию. И она исцеляет души парагона. Спасибо, Тесли. Так, у него, значит, бодрость и резонанс. Поток энергии действует и на ближайших союзников. Так, я вот даже не знаю. Блин, хочется посмотреть их всех. Давайте выберем, а, ребят? Да, пускай у нас пока первого уровня будет. Но мы можем его... Нет, мы пока не можем ничего ему сделать, потому что нету очков опыта. Так, получаем здесь награду. Также мы можем здесь опять что-то закупить. Так, а вот что только? Ладно, думаю, пока мы перебьемся, ничего не будем брать. Здесь у нас... Ага, 400. Что же нам купить, ребята, с вами, а? Токсичные отходы. Ракетчик мечет бочки с ядом. Они взрываются и оставляют отходы, наносящие урон. Ого, а вот это неплохая штука. Так, а тут у нас при разрушении башни получите этерваты равные 10%. От... Ущерб... О, ё-моё, я-то думал, что... Вот это будет древо, а там ещё, оказывается, и дальше есть. Прикольно. Приколюха просто-напросто. Так, ребята, ну что? У нас тут опять... Не надо нам донат. Ну что же, берём задание и инструктаж. Атака плазменной пушки была отвлекающим манёром. Связь с поселением Альфа потеряна. Биосканы обнаружили в области две неопознанные формы жизни. Высылаем тактическую группу разведки и помощи выужившим. Так, верните поселение Альфа под ваш контроль. Ну, судя по названию задания, мы будем с вами сейчас что-то отвоёвывать и захватывать. Опять же, у этих чёртовых пришельцев. Так, и что? Нам дали только трёх снайперов? А нет, смотрите-ка. Оу! Ха, вот и мой герой. Захватите залежа Этерии в поселении Альфа. Понятно. Так, пойдёмте потихоньку. А ну-ка, дайте-ка я посмотрю своего героя. Ого! Довольно круто он мочит, я вам скажу. Знаете, он мне напоминает из Старкрафта Протоса чем-то. Ага. Кто это и что? Так, смерть разума. Жуткий итог эксперимента фэйлов над людьми. Мутант, атакующий своих жертв разрушительной волной Этерийной энергии. От человека в нём ничего нет. Теперь это просто ходячий мертвец. У него нет защиты, и я понимаю, он когда взрывается, наносит урон по площади. Понятно. Ну, защиты нет, значит он вата. Так, мне нужно как-то эту базу снести, чтобы пройти дальше. Ох, мой ракетчик там наяривает. Замечательно. Так, всё, как говорится, у нас хорошо. Так, продвигаемся с вами, наверное, ещё маленечко. Так, а вот он и этот зоби. Оп-оп. Нифига он там наяривает. Всех положил. Так, жалко у меня ещё не развитые эти скиллы. У моего супер-воина, так скажем. Хотелось бы посмотреть, что они делают, и чего он себя представляет. Так, давайте сносить нафиг эту базу как можно быстрее. Пока турелечка у меня там бомбит, и они на неё отметились, нам нужно действовать. Вот снайпера, вот куда вы бежите, а? Вам вообще здесь не место, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, хмуха, а? Одного потеряли снайпера. Чёрт, ну тут, конечно, заваруха ещё та. Так, молодец, мы здесь разбомбили. Так, продолжаем жарить их всех. Ух ты, а смотрите-ка, снайпер. Опять стало трое, значит он восстанавливается со временем. Вот это вот вообще замечательно. Я почему-то думал, что если уничтожили моего юнита, он не восстановится. Их так и будет двое. Но я ошибался. Так, вот она главная база их нет. Как он их быстро плодит. Почему-то мои базы так быстро не могут делать, да? А у него, смотрите, просто как на этот, как на экспорт. Он только и штампует, только и клепает их. Ладно, хорошо, пока они отвлекаются на моего героя, мы будем сейчас с вами здесь бомбить. Так, турельку давайте вызовем. Как говорится, себе в помощь. Совсем немножко стоп. Но базы у них какие-то уже больно крепкие, а? Иди сюда. Вот так вот, не лезга. Замечательно. Так, идет захват у нас, ребята. Сейчас, я думаю, будет первая наша база. Захватить переключатель генераторов. Башня ракета. Башня ракета. Ракетная установка дальнего действия. Оснащенная лучшим прицельным системами. Очень эффективна против мощных врагов, атакующих с воздуха. Так, урон по площади, лучшие воздушные цели и большой радиус атаки. Это у нас про башню ракеты. Хорошо. Так, давайте мы сюда поставим... Вот, вот они. У нас есть и башня миниган. А, и все, больше не могу я почему-то. Не хватает этерия. Ну, ладно. Этерия у нас, по крайней мере, копится. Давайте-ка еще одну пушку миниган поставим. А уже на дальний вот сюда мы поставим, скорее всего, ракетницу. Да, я думаю, так будет самое то. Блин, ну мне нравится мой главный герой. Такой дух. Джин, елки-палки. Так, это кто по мне там плюется? Вы посмотрите, а? Вы увидели сейчас? Эх, не успели, наверное, посмотреть. Какой-то спецагент стоял вот здесь вот, на этой полочке, нажал на кнопочку и куда-то телепортировался. А может быть, мы это его захватили. Вернули, якобы. К себе. Так, ладно. У нас еще здесь одна базенка. Давайте попробуем ее снести. Черт подери, прут, а? Они прут снизу откуда-то. Так, никого не могу сделать. Энергощиты давайте включим. Все, по крайней мере, они будут у меня прикрыты, если что. Так, и здесь я смотрю, у нас Этерий лежит. Я его захватываю. Забрали. Так, у меня 227 Этерия. Вообще шикарно. Но, опять же, я не могу ни одного юнита поставить. Потому что у меня два из двух. Как вот это вот количество увеличить, я пока не знаю, ребята. Если честно. И тут, смотрите-ка, очередная база у них. Всякий шип бурлит. Надо нафиксовать отсюда. Я один не справлюсь, это однозначно. Поэтому нужно... Нужно мне какое-то особое подкрепление. А желательно своих этих роботов брать. Огнеметчиков и так далее и так подобное. Но я не могу их строить. Вот незадача. Так, понеслась, ребята. Душа в рай. Блин, нифига тут заваруха. Всех чикаем. Так, сюда будем ставить, давать ракету нафиг. Ракетную установку. Если у нее офигенно большой радиус, то она должна справляться вот с этими литунами, которые очень быстро до меня долетают. Ого. Слушайте, действительно неплохой у нее радиус. Вы посмотрите. Ближ. Так, ну что же. Я могу, по крайней мере, здесь немножко расслабиться. В плане того, что ракетная установка позаботится о литунах. А вот эти вот зомбари. Это плохо. Так, что у нас с этой стороны? И с этой стороны у нас тоже вражеская база. Так. Десант. Десант нам пока не нужен. Давайте мы снайперов оставим. Ого. Смотрите, какой-то внизу урод стоит. Харкается в моего героя. Так. Ну что же. Приступаем. Так. Разнесли. Ха. Чувачок телепортировался. Так. И надо вот эти вот расколбасить. Все. Мы здесь их порвали. Ну там еще один пуляльчик. Стоит. И сверху у них база. Блин, со всех сторон. Они тут гады устроились. Я смотрю, неплохо. Пора зачистку делать. Это я вам точно говорю. Опа-на. Какого-то медика спасли сейчас. Новый враг. Лютомед. Эти огромные фэлы используют специально выведенную породу червепушек для запуска опасных органических снарядов с большего расстояния. Не забудьте надеть шлем. Урон по площади атакует сквозь преграды. Огромный радиус атаки. Угроза высокая. Но это что-то наподобие моих ракетчиков. Только уже с их стороны. Со стороны врагов. Смотрите, у них тут всякие инкубаторы. Мы это все сейчас будем зачищать. Хидрень и фенень. Так, зомбарь, ты куда пришел? А ну пошел отсюда. Да, надо, надо все тут зачищать. Так, ну что, базенка моя пока кое-как там справляется. Жаль, конечно, одна турель всего лишь стоит. Ты заколебал тут уже своими снарядами стрелять, а? Червемет, блин. Пора тебе сдохнуть, гаду. Ёлки-палки, посмотрите какой кип... Оу, 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 оу. Отходи, 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 отходи. Чуть-чуть бы и продинамил. Сейчас бы слег бы он там у меня. Да что же за кипиш-то такой. Блин, давай вот так, наверное, сделаем, ребята. Тут нам нужен, наверное, все-таки больше огнеметчик. Будем не нафиг их всех тут зажаривать. Куда побежал, а? Зомбарь, а? Что такое, не понравилось, да? От огнеметчика-то получил люлей? Хе-хе-хе. Сейчас еще мой джин тут устроит всем карнавальную ночь. Самый прикол в том, что огнеметчик, мало того, что он поджигает. Точнее, жарит огнем, но он их еще и поджигает. Оп! Все, герои моего шлепнули. Придется ждать нам какое-то определенное количество времени до его отката, чтобы я мог его призвать. Видите, да? Копится. Копится диаграмма. Как только она заполнится, я смогу его призвать. Так, этого гада я так и не добил, что ли, а? Все стреляет. Давайте-ка мы с вами вот сюда вот повыше поднимемся. Давай огнеметчик там жарь базу ихнюю. А я пока снайперов отсюда отведу. На безопасное расстояние. Так, вот здесь будет самое то. Ну что, поговорим, ребята? Ха-ха, джин вернулся. Ха-ха, парагон. Так. Ой, куда эти черви так усердно и упорно бегут? Я так не пойму. Пробегает почему-то мимо моей базы. Блин, ну и заваруха у нас здесь, ребята. До сих пор не могу пройти. Жесть, а нам нужно еще внизу уничтожить, так понимаю, и с правой стороны какие-то определенные цели. Так, давайте вот тут вот нафиг все зачистим. Раз и навсегда. Чтобы никто уже здесь не возрождался. Оп, какого-то строителя спасли. Так, причем мы их спасаем. Я так и не пойму, что нам за это дают. Может быть, какие-то очки мы за это будем получать. Определенные, бомусные. Ну, как говорится, чем больше спасем народу, тем лучше для нас. Так. Горите. Уроды. Так, а этот там все издалека шмалит, а? Ого. Так, а это что у нас за рычаг такой? Смотрите. Так, давай, 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 давай. Все, уничтожили. Отлично. Давай, сгорай, га. Захватите оставшийся переключатель. Ага. Это значит, у нас переключатель какой-то. Ладно. Давайте-ка мы вот здесь захватим. Я понимаю, так будет сейчас три юнита, да? Точно, ребята. Теперь мы сможем с вами вызвать еще одного юнита. То есть, или там, например, снайперов. Так, давайте вызовем, наверное, ракетчик. У нас будет и огнеметчик, и ракетчик. Это уже, как говорится, просто суперсила. Здесь с нами уже вряд ли кто-то поконкурирует. Так, больше не могу. Так, еще у нас есть с вами турель. Уже на откате. Так, я не понял. Снайпера там остались? Ладно, фиксим. Пускай пока там стоят. Так, этот Харкоплюй там опять у нас появился. Сейчас мы до него доберемся. Это гаденыша до этого. Хорошо, что вот у меня парагон. Он мало того, что сам себя хилит, так еще хилит рядом с своими же союзными войсками. Этих роботов, десанты и так далее. Вот это вот замечательная просто способность у него. Так, да ладно тебе. Ну, сдохните, гады. Прут и прут. А, понял я. У них там инкубаторы. Вот почему они так постоянно летят сюда. Давай. Турелька очень хорошо делает свое дело. Хоть и недолговечно. Так, все, ребята, последний переключатель у нас здесь. Смотрите-ка, что у нас там такое наверху. Вы видите, а? Какие-то там чуваки с рогами. Воу. Так. Это что такое вообще? Это что такое, я вас спрашиваю? Какая-то жижа там орет что-то. На-ка. Ох ты. Отыщите вход в последний редут колонистов. Прикиньте, чувачки за меня стали. Ну, блин, вылитые эти. Со Старкрафта. Как там их? Протосы. Они там ходили с этими, с мечами такими световыми. Так, ладно. Мы нашли с вами этот последний редут. Вот он, по ходу дела. И нам нужно направляться именно сюда. Прикольные чувакитки. Не знаю, как они в бою. В общем, проверим. Да, что тут творится? Смотрите, какой-то хлам. Все заросло. Ну, точно как у этих, у зергов. Они же там любили загрязнять все. Так. Найдите детонатор, чтобы завалить пещеры фэлов. Черт подери, я так чувствую, у меня сейчас придется идти туда, в самое пекло. А мне этого очень не хочется делать. Блин, я не понял. Че ты стоишь? Иди сюда давай. Вы посмотрите, как у меня вот эта ракетная установка бомбит далеко. Блин, вообще прикольно. Так, сейчас мы, подождите. Оу, нет, 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 нет. Вы посмотрите, что ползет на нас. Гады эти жуки, блин. Не файл. Оу, чуваки там обороняются. Сверху стоят. Звездный десант, елки-палки. Воюем с арахнидами. Оу, 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 оу. Зря я, наверное, так сделал, ребята. В самое пекло их отправил. Хотя нет. Вроде все прокатило. Эти-то гады стопудово не дойдут до моей базы. Их просто-напросто расстреляют там, сдалека. Так, а вот у нас, я так понимаю, наша база. И где-то здесь должен быть детонатор. А где он? Так, куда вы там собрались? Ай, жуки. Активируйте детонатор и защищайте его от фэллов. А, вот он детонатор, ребята. А вон пещера, откуда они прут. Все, короче, наша основная сейчас цель не позволить этим фэллам прорваться к детонатору. Ясно. Будем тогда обороняться. Так. Я так надеюсь, что они преграды не смогут этих пробить. Блин, бедная моя турелька, а. Снесли ее, как сосунка. Давай, снайпера, ну. У вас же офигенная атака. Чего вы не можете ничего сделать? Жук гребаный ползет, а. Давай, 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 давай. Турель, да бомби ты ее, а. Чего там языком самих херачит? Так, совсем маленько осталось. Но этих гадов тут, конечно, куча. Так, пора вот этих вот в бой, ребята, отправить. Че они у меня здесь прохлаждаются, да? Ну-ка, насколько вы тут... Че они... Дааа. Какие-то вообще немощные. Не, ребят, мой десант в разы крепче, чем эти шизики. Так, ок. Горит кнопочка ок у нас. И... Бам! Обалденно. Все, ребята, завалили мы эту чертову пещеру. И победа! Да-да. Я получаю второй уровень. Все бойцы ближнего боя чаще атакуют вражеских бойцов ближнего боя. Тух! Это что там такое приземлилось? Ого! Смотрите, у нас тут какая-то звездочка. Парагон второго уровня. Я могу, кстати, ему... Парадокс. Парагон существует как цельная личность и как сотни душ одновременно. Он быстро исцеляется, а еще ему всегда есть с кем сходить на свидание. Происшествия в космосе, ближайшие союзники тоже лечатся быстрее. Аномалия шанс проигнорирует любую вражескую атаку. Да, все это очень и очень хорошо, ребята. Мы это все с вами обязательно посмотрим. Гнев духов, поток энергии. Давайте вот так вот сделаем. Ну, я думаю, что он у нас станет намного теперь мощнее. Так, реворд забираем. Шикарно. Здесь можно закупки сделать. 355 очков у нас с вами. Даже не знаю, что взять. Бесконтактная тумба. Ого! Так, понятно. Выныривает из-под земли и бьет током. Шикарно. Что у нас тут еще есть? Так, давайте мы ее возьмем. Вот так вот. Тумба. И 450 очков у нас здесь, ребятушки. Тут 500 нам не хватает. Утилизация. Конечно, заманчиво все это. Но я даже не знаю, что... Давайте, наверное, мы с вами вот так вот сделаем. Еще 300 очков. Все. Ну что ж, дорогие мои друзья. На этом я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставим лайки, комментируем. И мы обязательно продолжим играть в игру эту в следующем уже выпуске. А на этом все. Всем пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok